Вера Абдулхаликова работает в Уфанете 13 лет. Девушка вспоминает, как студенткой на последнем курсе совмещала преддипломную практику, математика-программиста и работу в компании с 5 до 11 вечера. Теперь Вера – руководитель инженерно-технической службы. Ей подчиняются 6 системных администраторов, пятеро из которых – мужчины. IT-отрасль – это, наверное, одна из самых быстро развивающихся отраслей. И ты мозгом не стоишь на месте, ты постоянно учишь что-то новое, смотришь новые, внедряешь новые схемы, работаешь. Ну, творчески подходишь к своему делу, пытаешься что-то смодернизировать, что-то упростить, облегчить себе собственный труд, автоматизировать. Коллеги отзываются о Вере как о настоящем профессионале, которая заботится о каждом участнике команды, применяет демократический подход в принятии решений и создает веселую творческую атмосферу в кабинете. При первом взаимодействии именно в работе впечатление, что человек хорошо знает свою работу, глубоко погружен в нее, и приятно было общаться с грамотным специалистом. С первого дня моей работы тут Вера очень много мне помогала. Ну, как и все ребята в нашем отделе, всегда старался чем-то помочь, чему-то научить. Это для меня было, можно сказать, даже неожиданностью, очень приятно было. Начиная, да, еще начиная только работать в Уфанете, я уже работала практически в мужском коллективе. И, ну, я сейчас не вижу в этом никаких трудностей, потому что мы вместе пудсоли съели, что называется. Мы все думаем одинаково об одном и том же, и поэтому, ну, несложно сойтись во мнении. Когда всеобщее образование и так далее, женщины стали думать больше логически, больше выбирать аналитические профессии. Я думаю, что вот этот вот разрыв между думающей мужхиной и думающей женщиной, он уже минимальный. Познакомилась с ней то, что она учила нас танцам на весенний бал. Ну, то есть это насколько разносторонний человек. До пандемии компания Уфанет дарила выпускникам оренбургских школ социальный проект «Весенний бал». Четыре года полонез, польку, вальс и другие танцы для ребят и сотрудников ставила Вера Абдулхаликова. Теряйте и потом, что айтишники интересуются только технологиями, девушка опровергает не только этим. В студенчестве Вера была вокалисткой в рок-группе, а сейчас любит петь в компании друзей. Как зовут мам? Вера. А мама у тебя какая? Красивая? Да. А какая еще? Еще она пела королоки. Когда была пандемия и Вера работала удаленно, сын Илай лучше познакомился с работой мамы и теперь ласково называет ее админ. Всей семьей они любят ездить на море и в Башкирию. Вера советует женщинам не бояться развиваться, казалось бы, на первый взгляд, в неженских делах, в технических и аналитических сферах. Елена Кудаева, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ.